Отопительный сезон в Приморье продолжается еще в трех муниципалитетах. Тепло подается на объекты социального назначения в Дальнегорске, а также в Кавалеровском и Тернейском муниципальных районах. Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливных ресурсов, отопительный сезон завершен уже в 11 городских округах и 20 муниципальных районах. Как отмечают специалисты, отопительный сезон в регионе прошел без аварийных ситуаций. Во многих муниципалитетах Приморья началась подготовка к следующему отопительному сезону еще в январе. В нашем городском округе отопительный сезон также завершился. Ресурсоснабжающие организации, управляющие компанией и ТСЖ уже начали планомерно готовиться к предстоящей зиме. В соответствии с 261-м федеральным законом, каждый многоквартирный дом должен быть оборудован общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Краевым государственным предприятием Примтеплоэнерго проведен конкурс и заключен договор на разработку проектно-сметной документации. В программу попал 551 многоквартирный дом края. Установку общедомовых прибора учета начали в мае. Примтепло хочет сказать, что, однако, что касается регулирующей аппаратуры, то согласно постановлению администрации в утверждении перечня, данное энергосберегающее мероприятие является обязательным и должно проводиться только собственникам. То есть, в отличие от организации коммерческого учета теплового носителя, которая может быть делегирована ресурсом снабжающей компании, значение регуляторами никому передаваться не может. По словам экспертов, установка счетчика – необходимая мера. В перспективе выгодная самим жильцам. В среднем при оплате теплоэнергии по счетчику размер платежа снижается примерно на 20%. При установке теплощетчика человек платит за фактически потребленную им энергию без учета теплопотерь ресурсоснабжающей организации. Соответственно, сумма платежа становится ниже. Также на совещании подняли вопрос горячего водоснабжения, который на сегодняшний день отсутствует в городе. Возобновить подачу воды в дома фокинцев компания «Примтеплоэнерго» обязана после 27 мая. Распоряжение с 13 по 27. Значит, максимум 28 с нуля или с утра должны горячую воду дать. По крайней мере, по-другому не говорим, потому что согласно закону, согласно решению суда и прочее, они должны быть. В претензии к руководству «Примтеплоэнерго» помимо горячего водоснабжения накопилась масса. Председатели управляющих компаний ТСЖ возмущены тем, что компания не производит перерасчет за непредоставленные услуги. Когда проводятся ремонтные работы, сотрудники «Примтепла» оставляют после себя ямы и канавы. Например, такая ситуация между домами по улице Белышева 1 и 3. И это не единичный случай. То есть, благоустройство не делается. Плюс ко всему прочему, при чистке канализационных колодцев весь мусор складируется около домов. И убирать его приходится управляйкам. Вот они чистят колодцы, да, свои, канализационные, да? Колодцы перед домами. И вот то, что они вытащили оттуда, бросили здесь же. Здесь же бросили. Это уже, а? Ну, что вот это вот, что родилось, что вот оно здесь. И потом все это, естественно, да? Управляйку, да? Нет. И вот сколько раз говорим, они говорят, куда мы денем? В карман положим. У них нет невоста. Вот там пришла одна машина. У них невоста. Пусть они хоть сюда придумают. Сергей Иванов, председатель управляющей компании «Сантиксервис», обратил внимание представителя «Примтеплаэнерго» на то, что некоторые его дома нуждаются в серьезном ремонте. Конкретно Белышева 20 с ноября идет утечка горячей воды. Топит подвал. А на Белышева 5 необходимо устранить порыв на подачи холодного водоснабжения. Больная тема – это и асфальтирование придомовых территорий. Александр Штуб и пообещал, что этим летом новенький асфальт появится около домов на улице Усатого, 23, Тихонова, 17, 19 и Пустникова, 8. А если выделить дополнительные финансы край, то еще несколько придомовых территорий обретут новый облик. Если нам дополнительно выделят, то есть мы запросили край по программе, по придомовым, если, как пообещал губернатор, если они все-таки 5 миллионов нам еще выделят, мы туда включим Комсомольскую 15-17 и, скорее всего, мы, может быть, даже и Карломарса 33. Посмотрим, постараемся. Уже столько лет вообще. Посмотрим. Ну, по состоянию глянем. Потому что нам еще и на Дунай надо будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова